Именно на этом месте, в парке 777-летия Нижнего Новгорода, 12 лет назад Наталья Водянова открывала первую инклюзивную детскую площадку. И вот она превращается в целый парк для детей и подростков с особенностями развития. Хотя играть здесь могут все желающие, причем абсолютно бесплатно и в любое время. Не скрывая слез, Водянова признается открывать такую площадку в родном городе, в районе, где она выросла, события особенные. Мне показалось, смотря на свое какое-то детство, что ты как ребенок в игре забываешь свою действительность. И через вот это, даже если это на 5 минут в день, ты отвлекаешься от того, как ты живешь и что с тобой, какая-то твоя травма жизненная, то это очень помогает, это терапевтически очень важно. 4,5 тысячи квадратных метров радости, игровые и спортивные зоны, скейт-парк с профессиональными рампами и поле с всесезонным покрытием. Во всех зонах есть оборудование для детей с особенностями развития. Теперь все, независимо от физических, ментальных и сенсорных способностей, могут проводить время вместе. Доказано, что спорт объединяет людей. И именно такие площадки могут помочь решить проблему социальной изоляции особенных людей. Дети, как вам вообще все это? Нравится? Здесь стало гораздо лучше, здесь новые лазейки, здесь все очень хорошо, я даже не знаю, как это все сказать. Много всяких круселей добавили, можно где полазить, скейт-парк обновили. В этом районе ничего подобного нет. В следующем году подобные детские площадки появятся в автозаводском парке и в парке Швейцария. Мы с Натальей обсуждали, что как раз опыт фонда с точки зрения, как спланировать, как подготовить. Мы сейчас будем это применять и делать, по крайней мере, уровни не хуже, а постараемся, может быть, и лучше. Владимир Панов заявляет, что эта инклюзивная площадка дает старт открытию в городе специальных детских общественных пространств.